В этом видео я хочу показать вам интересный гибкий плагин, который позволит делать удобные таблицы на WordPress. Сейчас перед вами демонстрация. Плагин русифицирован. Все удобно. Плагин несложный. Давайте в этом видео его посмотрим. Плагин называется TablePress. Нет времени разобраться в тонкости к сайтостроения? Звони прямо сейчас. Телефон, кстати, вот здесь вот сейчас будет. Звонить, кстати, можешь бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Создадим тебе супер сайт. А я возвращаюсь к теме урока. Поехали! В репозитории в админке сайта WordPress плагины добавить новый. В поле поиска пишем TablePress. И вот он. Вот его иконка. Находим здесь. 800 тысяч плюс активных установок данного плагина на разные сайты. У меня он уже установлен. Вы нажимаете здесь установить и активировать. После активации вот здесь появится плитка TablePress. Переходим сюда. Шорткодом, кстати, когда вы создадите таблицу, вы сможете шорткод вставить в записи, на странице, то есть где вам нужно. Соответственно, добавить новую это добавить новую таблицу. Есть возможность импорта, экспорта таблицы, опции для продвинутых и о самом плагине. Давайте попробуем создать таблицу. Добавить новую. Первое это заголовок таблицы, описание таблицы. И сразу вы выбираете, продумайте, сколько вам надо ячеек и строк. В любом случае в процессе создания таблицы вы сможете регулировать это. Добавлять, удалять строки и столбцы. Пускай будет количество строк 3 и количество столбцов тоже 3. Добавить таблицу. В этой части мы видим индификатор таблицы, заголовок, который может выводиться на сайте тоже, описание и шорткод, который мы можем копировать и вставлять где угодно на сайте. Здесь сама таблица, та самая наша таблица, которую мы создали. Вот они, 3 строки и 3 колонки. Их нужно заполнить под наши нужды. Итак, я заполнил демо данными. Давайте вот на этом уровне прям нажмем сохранить изменения. И копируем шорткод. И пройдем сразу, например, на страницу. Перейду к главную. И просто вставляю шорткод в редактор Gutenberg. Обновить. Пойдем на сайт, на главную. Вот выводится наша таблица. С заголовком. То есть она у нас помечена, видите, заголовок с синим цветом. Это считается как заголовок. Это можно отключить. Показать на странице количество вот этих строк. У нас таблица, если очень длинная может быть, то здесь можно отобразить, например, 50, 100. Разбиение на странице. Есть даже поиск. Поиск необходимой вот этой ячейки. То есть у нас уже все работает, все выглядит, все нормально. Давайте теперь по настройкам. Дальше. Вот наша таблица. У нас может быть неограниченное здесь количество таблиц разных для разных страниц. Для разных записей. Перехожу в эту свою созданную таблицу. Смотрите. Во-первых, можно зажать левой кнопкой мыши и менять строки местами. То же самое я могу зажать вот здесь и менять столбцы местами. Если это нужно. Дальше. Например, я хочу какие-то строки временно закрыть или столбцы. Ставим птичку. Выбранные столбцы скрыть. Она помечается красным. То есть блок с ценами я закрыл. Давайте посмотрим. Вот блока с ценами нет. Ну то есть временно, например, надо закрыть. Нажимаем птичку. Показать. Так же и строка. Для строк вот здесь у нас кнопки. Скрыть. Видите, красным подсвечивается. Так же показать. То же самое. Если строку удалить. Вот кнопка. Для столбцов соответствующая кнопка. Так же дублировать. Вместе с содержимым дублировалось. Если нам нужно добавить новую строку внизу. Чистую. Для новых данных. Вот внизу добавить. Здесь пишите количество строк. Добавить. Вот снизу пустая появилась. То есть сразу можете добавить несколько. Вот здесь, например, если надо 2, значит 2. То же самое аналогично для колонок вот здесь. И есть дополнительные опции. Вставить ссылку. Вставить изображение. И расширенный редактор. Например, в какую-то ячейку хотите ссылку вставить. Нажимаем вставить ссылку. Нажимаем да. И кликаем мышкой в ту ячейку, где хотим вставить ссылку. Здесь во всплывающем окне пишите URL. Текст ссылки. Если это внутренняя страница, выбирайте ее здесь. Она тут подставляется. Открыть в новом окне. Да или нет решаете. Добавить. Здесь это выглядит кодом. А на сайте красиво будет отображаться ссылка. Вот она. По клику все работает. Так, я ссылку удалю. То же самое, если вставить изображение. Ок. Кликаю в ячейку, где нужно вставить изображение. Но изображение, конечно, надо подготовить. Сделать его в маленьком размере. Или вот здесь вот размер. Я возьму миниатюру 150. Сохранить. Вот так. Все равно оно ячейку визе раздвигает. И тут, если в каждой ячейке будет фотка, в принципе, будет нормально смотреться. Я думаю, так, изображение я удалю. И также есть расширенный редактор. Ок. Например, в этой ячейке наш текст. Что здесь есть? Например, сделать жирным какой-то текст. Подчеркнутый наклон, перечеркнутый имидж код. Добавить можно сюда в одну ячейку. Добавить медиа. Это то же самое изображение. Сделали изменение. Нажали сохранить. У нас цена слова стала жирным. Вот она. Видите, стала жирным. Манипуляции с таблицей, например, сделали. Посмотрим настройки ниже. Строка заголовка. Первая строка. Вот, смотрите, я сейчас вам покажу. Она у нас синяя. Является как заголовок. Сейчас, видите, заголовков нет. То есть и поиска нет, и разбиения на странице нет. Если вам нужна вот такую простую таблицу, пожалуйста. Если нужно заголовок, оставляем. Строка итога. Это будет тоже как подвал. То есть итога. Она тоже синяя, видите, становится синяя. Вы сами решайте, нужно вам это или нет. Дальше предоставить возможность пользователям делать выборку. Это, давайте сразу посмотрим. Вот этот поиск, видите, исчезает. То есть отключается только поиск. Разбивка. И показать 10. То есть вот по умолчанию 10 показано. Если таблица большая, как я говорил, можно сделать 100, чтобы она обновилась, показала 100 таблиц. Здесь вы можете указать, сколько сразу показывать. И включить ли разбивку. Если не надо, если таблица небольшая, можно скрыть вот этот вот вариант. И сразу пункт становится ниже неактивным, который выборка у нас. Информация. Отображать пользователю строку с информацией о количестве выбранных им строк. Ну тоже решайте, показать или нет. И горизонтальная прокрутка. Если таблица получается, вот сюда у нас вширь, очень длинная, то на мобильных устройствах, по идее, вот здесь будет такой ползунок, чтобы всю таблицу можно было прокрутить. В данном случае у меня на этом шаблоне почему-то он не отобразился. Давайте попробуем сделать. Тема у меня Astra, используется для WordPress. Во-первых, она вся вот так сжимается, ползунка нет. Возможно, какая-то ошибка. Поэтому здесь я это не использую. Может быть, в вашем случае будет это работать. Вот такой вот получился полезный плагин. О основных всех возможностях данного плагина в этом видео я вам поведал. Вы уже для себя решаете, нужен такой плагин для вашего сайта или нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...